Ну да, не едем, говно. А почибники молоком взбиваются? Ну ты же по шарике не пьёшь. Давай я тебе наклейку помою. Я умею её. Стрелки, почибники. Ступицы надо пошатать. Сам Лёха пошёл принимать новый свой аппарат 8R310 John Deere. Меня этот беднар на коленки уже поставил. Как будто понимаешь, что, да? Скажите пару слов для нашей газеты. Делаем плух, получается, друзья, чтобы тратер ходил с краю борозды. По навигации уже. Не в борозде, как Лёха раньше работал, а с краю. Этот плух это может делать. Что вы думаете по поводу этого культиватора? Мы думаем матом сказать? Да, конечно. Хана ему. Бойер всё ушатал. Повторяйте. Повторяйте, послушай, если всё прищи, не упадите. Вернём раскладываю. Повторяйте, вытяните. Ну что? Боишься, перегреешься? Ну, ну, сколько ты ешь, да, всё. Зато поймай. Ой, бля, хмух. Сколько всякой пробки тут валяется. Все три поднимай вместе с ведром. Ну, нет, хочешь там, вытрекай всё оттуда. Давай сюда, или внизу. Там я сейчас дую. Федро побегал. Да, на Тае больше там никак. Давай сюда. Да давай сюда, что-то там пылишь тебе. Ромка с такого корыта, прикинь, жрать. Бля, вот трактор какой, а. И тазы есть, и ведра. Федро, нет у тебя большие кирпичи, повытаскивать отсюда. Роман, скажите пару слов для наших газет. Да, вот этот вот, большие, повытаскивать. Ну, да, да, нет слов, да, не эмоции, но. Алексей, вы скажете пару слов для наших газет. Да что тут говорить, чисто. Ну и все, я-то пошел. Ой, бля. Ой, что, ударился что ли? Ладно, селк не погнулась нах. Не селк. Под что-то еще кронштейн, да? Угу. Какая-то опция, наверное, должна быть. Доп. Доп, и вот, видишь, дырочки еще есть. Ну, дырочки-то прессовы еще одна ставить. И вот под пальчик. Это под маркером, не под маркером. Ахуин. Ладно, ковыряйте, что, пойду я. Давай. Я в общах, короче, поехал. Ладно, звоните, если что. Я тебе. Здоров по дому? Лё, я же на территории хозяйства буду. Нет, я тоже домой могу. Нет, это ты уже дом нахуй. А общага, это территория хозяйства. Я тебе домой сейчас ходи. Чего говоришь, Слав? Интересно, он ее раздует? Кого? Турбину на Урал хочешь раздать. Мотоцикл. А, на мотоцикл. Раздует, конечно. И даже мотоциклист тоже раздует. Ты ничего не понимаешь. Я все понимаю, когда вынимаю. Это что, блядь, я хуй, я знаю, когда ты что вынимаешь. Ты что, меня снимаешь, что ли? Нет, она выключена. Да? Да. Да, так просто. Привычка. Что там, Алан? Там фикси себе. Все, охуенно. Поедет? А вот КамАЗ машина заебеет. Да, Гассон от хуйни, а КамАЗ заебеет. На новой турбине. Такая она красивая, блестящая. Да, есть. Ой, там что-то болтается. Это она себя плохо чувствует. Ты бы свет включил. Горит? Машу не кучу. Да, мамочка-то горела. Ну, блядь. Вкусно, Слав? Да по тебе, они-то. Она алкогольная или безалкогольная? Да, алкогольная. Приручи дикую энергию с ее силой и скоростью. Ты сможешь жить по полной. Понял, Слав, что тебя сейчас глотнул? Ты сейчас можешь жить по полной. Я уже, блядь, чувствую прилип. Ха-ха-ха. 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 Стрелки, подчипники, ступицы надо пошатать вновь, да хватает. Тепло, да? Вчера было холоднее, а как вот мне вот верхнюю доставать. Вот это тоже надо поменять, да? Лестница. Да что это одно и то? Что подписчики? Вы не видели, как лапки меняются? Видели? Я уже поменял 4 штуки. Сейчас пятая, последняя. Сейчас вот сверху одну надо поменять. Вновь донкрат принесли. Доски с Никитой приперли. Еще раз поддонкрачу, еще раз пошатаю состояние колес. Вот это больше всего меня волнует, на ней подчипника разваливалось. Ты видал, ребята? Что, Никит? В теньке сидишь? Нравится, да? Есть люфт у колеса, я вам скажу, есть. Нам нужна головка на 30, не помню, два что ли. Возьмем обе, ну наверное максимальная, 32. Сейчас надо смазки глянем, сколько, может быть качнём. 32 здесь и 30, а эти 32. Ну-ка, Никита, подержи-ка. Возьмем, что, Сережа, болтает? Есть люфт, да-лях. О, бля, ты только вот, смотри, ну хуй нет. Да бля, там тоску. Вот, Сережа, держу. Недолго засунули бы так, вычет. Видал, как это подряд? Ха! Ха-ха-ха, первый, выебнут, как я держу хорошо. Ого. Тоже кинул как-то. А душе кинули-то. поедем мыть по технологии подчипник вот уже не болтается я не понимаю давайте наклейку помою я умею а я только лет был вот теперь у нас долбят сверлит пилят строители по навесу приехали что там решили пока непонятно то ли зашивать будут его по бокам все с колесами я закончил смазку внес подтянул во все четыре колеса культиваторных сейчас буду раскладывать культиватор так нам нужно перекрыть кран следы рыхлителей чтобы они в асфальт не вылезли при опускании сейчас придется глубину на ноль ставить чтобы лапки в асфальт тоже не зарезались а то в этом году имел такой опыт были уж очень много крутить были так вот тоже не быстро до 0 5 все выкрутить от себя до какая скрипучая ерунда на следующей неделе ржень приедет ремонтник чинить наши трактора у короля гси би там тоже кондер не работает у нас с легкой по мостам у легкий по двигателю еще плюс стук вот этот бубнешь и стук двигателя так что пока на ремонте будем с вами ладно все выглубляю 4 винта и опускаем культиватор так для понимания того насколько хорошо крутится каток нужно сперва сжечь всю растительность нитки убрать все проволоки все что мешает позже через ничего не пошло есть то волнуется защита стоит пластин не успевает ничего сгореть уже непросто к делу но две руки потому что отверткой нужно сразу же шебуршить место где ты поджог для более эффективно удаление будет мешать крутится и правильно дефектовать подшипники я особо не так сильно как трава немного бывало боля прям нитка нам стоит кошмар замучишься полить по скромному скажу прямо лайтово топа я не только их отсюда отжигаю но и просто подошли супер как хорошо видите закончили все катки чистые стали грязи практически на них не осталось здесь у трава просто сухая отверткой поковырять вот первый клиент подклинивать тот крайне подшипник он у меня юзил ну покручить еще одно можно еще пошатывать он я пока один край не буду разбирать а там по ходу буду разбираться установить ключи нужно на 24 и нужен шестигранник на 8 что-то меня не катит на солнце меня аж прям плохо стало я с этим катком намучился откручиваю его и ушел потом в красный уголок этот подшипник мертвый тот подшипник вроде бы живой но побалтывается люфт у него имеется уже буду менять парно и это уже не родные подшипники я здесь уже их менял крайне вынимал сбивать начал чуть двинулся дальше не идет ни хрена не знаем а съемником придется коротизатор с утреца по прохладку будем заниматься лёха у нас снабженец опять перецепил севку зацепил хорж поехал за лёхин дом семён 3 там где у нас горох подсевался 20 что-то там 5 гектар раскультивировали поехал туда сеять так что сев у нас никак не закончится сегодня может быть лёха досеять пока все вон андрюха тоже приехал на 1221 прикатывал посевы с маленькими катками синими ну и мишка катает еще где-то на джунгире шестерки ну замолчили дай мне штаны эти шутки ты там будешь забирать? буду что вы думаете по поводу этого культиватора? мы думаем матом сказать да конечно хана ему мой все ушатал ааа вот так значит да? и я помогал где твой трактор то стоит? вон он вон твой трактор стоит да мой? да твой да а вон Васькин трактор стоит с плугом мой вон он пока стоит пока вон он? да ты уже сегодня запланировал со своим новым трактором делов на неделю вперед твой сделать, помыть, плуг зацепить, пупахат съесть попробовать хочешь Ваське конкуренцию составить? а я в понедельник с Барной приеду да? а че? а че? а че? по хату Барной да? только я думаю поедешь с Михалычем с СЦЭПом нет с этим езда нет у Мишки kyzки разрешεί приеду спрашивать hu бау короче цеплять это короче я тёчно ушел к тому и пришел да? Ну по факту да. Я ей только сплавился, Юрий, чтобы не сказать. Ну другая же. Сборные лёгкие, зубы не исчёсанные. Да, там поднимали ездят. Как это, Михалыч, у тебя зубы новые? Краска даже не стёрнутся. Ну вот я говорю, поднимал ездят. Проблема вот с этими котками, конечно, то, что их дефектовывает, проблематично, это как страсть. Либо когда они клеят, либо когда они полностью развалились. А вот так вот понять, где уже подходит, ну хрен её знает. Здесь закрыто всё это пыльником вот этим железным. Что, переодеваешь? Не знаю. Где этот Лёня, бля, ходит, а? Я уже съёмник взял. Уже его даже один перекрутил, переставил лапки его. Одному-то неудобо. Или удобно, не знаю. Вы не видите, не идёт подшипник, не слазит. Надо съёмник держать бы как-то. С этим монтажка справляется пока что успешно. Смотрите. 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 Кроме того, чтобы заливаться. Да. Но, может, крил ещё идёт, наверное. Прямо. Что это было? Сейчас, что мы сливали. Может, подширить. Да. Может, крил ещё идёт, наверное. вот как там блядь, отлично мягкий посадок скользящий блядь шикарный блядь это блядь 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 . А чё я не принёс ни хуя? Молоточек поменьше, блять. Не да. Ммм, кукукуку. А этим, блять, неудобно, нахуй. Иди в офису. Эй, пошёл, пошёл, а? все на этом мы с вами прощаемся у нас снимали до понедельник увидел теперь увидимся в понедельник а блядь алка шьем выходит токсины с утра лица во вред своему здоровью я бы с лёхой вчера чай пили на с плюшками давай следующий на должна черный только рабочий длину тебя нафиг у меня уже здоровье сейчас подшипчиков 10 лёш кого вот и весь разговор блядая как же нахуй ну сейчас и поеду на эти отпуска спасибо а здесь ничего не заржавела понедельник продал здесь может так все пойдет новый 208 подсебник очень широкий ну по идее должен вот уже атак почти от руки считать да заходить он легко забивает тут нужен съемник специализированный просто ну да не едем говно а подсебники молоком забивается по шарикам не пьешь а да так можно что у нас стряски блядь еще 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 хорей и подожди шкурку возьми нормально спокойствие их подбираю по колхозу просто хожу и где-то выбросили а я беру сейчас я это посадку убавлю не младенор я ржавчину надо слизать на подержи на серёг вы там как ничего меня этот беднар на коленки уже поставил как это вася выключи его нахер а закуши своего немца пожалуйста так куда это что так так прицелиться расположить его землю вожри ну что ты на руках то зачем все учить тогда забивай на месте потом на весь поправить ты думаешь факт ты делал авто бля тут жарко очень и вот так вот стоять ничего а вот работать бля жарко скорее серёж ты перебил уже серёж почти на маха нету я где он на болты встать сам пам-пам-пам-пам серёжа молодец ты еще не серёж ну и лёш вся проблема в том что не серёжа был бы ты серёжа тоже был бы молодец паспортный стол перепишу закатились лёха каток я потихоньку затравляю болты сам лёха пошел принимать новый свой аппарат 8r 310 джундир с другим лёхой поехали компрессору продувать обслуживать мыть будут в общем лёха с обновой можно сказать не с новой но более-менее 3000 пробегу наверное моточасов на этом джундире у него в планах сейчас вообще обслужить подготовить зацепить свой плуг и попахаться попробовать со спаркой настроить плуг под спарку развести его разложить вот так затянул болты крепления катка пришлось аж Сергея Николаевича позвать блин чтобы все вместе дефектовать есть нюансы визуально ты ничего не видишь крутишь и сомневаешься у меня были подозрения но думаю инженера позову пускай короче маленький каток внутренний вот этот вот этот у него прям вибрация идет скрип идет чувствуется что тяжело и вот этот длинный внутренний на другой секции вот это такая же система у него накат слабый не мягкий жесткий в итоге здесь у нас что получается стоят потайные болты под шестигранный ключ здесь небольшой зазор болты не вылезут отсюда и надо здесь выкатывать целиком все секции наружу это не угловой вам каток открутить помучиться здесь такое себе удовольствие 1 шплинтовка 2 шплинтовка 2 шплинтовка 2 шплинтовка это самая вообще несложная часть работы с подшипниками выкатить эти секции закатить посложнее потом попасть все это Петька ротурную косилку цепляет пойдем посмотрим он ее полностью перебирал для заготовки сена для бычков у нас в хозяйстве есть бычки небольшое количество для них сено готовим готовим сено кому-нибудь еще как будто понимаешь что да скажите пару слов для нашей газеты нет слов у меня нет слов для вашей газеты что петь ебетесь нет мы ебемся как вы не ебетесь вот уши надо поправить нет так и должно быть да Петь ну ты ее откапиталил да да теперь попрет да может помазать надо будет понял а у тебя будешь попрямлять ухо надо поправить куда потом отойди молотком поправить это слабенько да другой уже молоток хорош на шар не влезет Васька на классе винт разрабатывал чтобы плуг в горизонте выставить идет полная настройка плуга я понимаю плуг передали Василию Михалычу Михалычев траттер без плуга теперь точнее не Михалычев а теперь Лёхин траттер без плуга Лёха траттер забрал же себе и плуг свой он себе тоже оставит а я потихоньку раскручиваю болты крепления отлично теперь там так а здесь сквозные общие болты дверь в в Подклинивает, да? Два Алексея отмывают Джон Дир 8 РТ-310 Сеялку Хорж Пронта Лёха Спередочи отмывает именно трактор А Лёха Снабженец отмывает Сеялку. Поделили они пополам Работу эту А я потихоньку тут пробую Один демонтировать Подшипники с катков Ну благо здесь вот попался подшипник Который легко идёт Особо здесь Усилий никаких Даже монтажку Не вставлял Сам идёт Огонь Так, вот он подшипник Надо выбить его отсюда Ну точнее даже не выбить, а Выковырнуть Провернуть надо его Смотрим где его Окна Лёгким ударом Молоточка Вот так выворачиваем И вот так он выскакивает Всё Вот он подшипник Который шелестел и гремел Но меняем попарно Чтоб потом не мучиться В дальнейшем Раз сняли одну сторону Снимаем и другую Молосточек Ты где Так 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...